Интернет на этой неделе взорвался от новых цен на проезд по маршруту Киев-Слаутич-Киев. Мы встретились с директором АТАСа, чтобы выяснить, а в чем основная причина повышения цен. Заезд на автостанцию Дарница автоматически. Цена перевозчика такая и осталась, как была. 160 гривен. Но автостанция берет свой сбор кассовый в размере 10%. Дальше они по формуле накладывают страховой сбор 1,5% и на всю сумму накладывают НДС. Все, вот мы имеем цену 217 гривен. То есть для тех людей, которые не хотят платить и которым не нужна автостанция, как многие об этом говорили, на Черниговской остается загрузка тоже официальная. Билет у водителя. У водителя есть кассовый аппарат, он полностью легален, подключен к системе. Получаете, едете, платите 160 и никаких проблем. Были, да, неоднократные обращения ко мне лично, к нашим депутатам, к мэру, к нашему. Регулярно приходят жалобы и обращения, почему наши автобусы не ездят с автостанции. Изначально говорилось, что цена значительно вырастет. Но мы решили пойти на этот шаг, дать людям выбор. То есть не лишить чего-то одного, а далее и есть и автостанция, и есть и загрузка метро Черниговская. Метро Черниговская, 160 по тому же тарифу, полностью официально, еще раз на этом акцентирую внимание, с билетами. У водителя есть кассовые мобильные аппараты. То есть там ничего не изменится? Ничего. Оттуда же. Оттуда же. Водитель. Да, все. Просто единственное, он теперь выходит у нас с автостанции, едет по этому пути, спускается с моста на Бровольской проспект, подбирает людей и едет в солнце. У него будет время загрузки, там где-то 5-10 минут, не больше. То есть также вот теперь появилась у наших горожан возможность заказа билета и бронирования через интернет. То есть есть приложения, такие как InBus.io, они могут туда зайти, выбрать дату, время, заказать место, оплатить его с карточки сбанковой и ехать. Теперь диспетчер может только информативно оказывать услугу, потому что если автостанция продаст билеты, то как же диспетчер может гарантировать место пассажирам? То есть на сегодняшний момент, да, это один из нюансов. Да, но опять же, учитывая то, что автобусы практически никогда не ездят полными, в большинстве случаев будет место для отправления однозначно. Во-первых, неудобно. Хоть люди и говорили, что нужна автостанция, нужна крыша, нужен туалет, но на самом деле от метро Черниговская до автостанции Дарница, ну, в несколько раз дольше идти. Если ехать на общественном транспорте, то там одностороннее движение. Надо делать большой круг, делать на той же маршрутке, на том же автобусе. Поэтому, ну, у меня логического объяснения, почему людям хотелось, ну, нет. Ну, раз были неоднократные обращения, жалобы, просьбы. Мы также поинтересовались, будут ли в перспективе приобретаться и новые автобусы. Сто процентной гарантии я не могу дать, но планы, мысли есть, желания точно есть. То есть предпринимаем некие шаги. Если у нас все реализуется так, как мы планируем, то да, в этом году у нас будет еще один подобный автобус. А причина постоянного заезда автобуса в Чернигов связана только с очень маленькой загрузкой пассажирами в Славутичо. Очень маленькая загрузка, очень маленькая загрузка. То есть люди, которые ездят регулярно в Киев и обратно, могут это видеть, как бы это непридуманные вещи, это факт. То есть полного автобуса у нас сейчас никак нет? Нет, у нас даже в выходные дни только на 16.10 выходит полный автобус. А так вот, допустим, сейчас пришел автобус из Киева, с автостанции Дарницы было продано два билета и с Микро-Черниговской еще два человека. То есть четыре человека ехало, а у нас на 9.50 отправление сегодня, вторник. И в финале еще одна новость. На этот раз приятная. На вокзале появилось уютное кафе.